Ребята, всем привет! Вы на канале Семен на чемоданах, меня зовут Славян. Вот мой инстаграм, подписывайся, если еще этого не делал. И сегодня я хочу с вами поговорить о любимом Сочи. Да, ситуация накаляется, все хотят вакцинировать какие-то тесты и так далее, и тому подобное. Но не нужно переживать. Я думаю, что если вы смотрите это видео, то наверняка вы уже изучали, что есть какие-то ограничения при въезде в Сочи. Эта суета была еще на автомобиле водили, что, мол, типа с 1 июня закроют въезд на своем личном транспорте для других регионов. В итоге это был такой некий фейк. Сейчас что делают? При заезде в Сочи вам нужно сдать либо отрицательный тест, показать эту справку, либо показать сертификат о прививке, что вы привились. Так вот, это правило действует только для тех, кто будет заезжать либо в пансионат, либо в отель, либо в ту жилую площадь, которая зарегистрирована в налоговой, как отель. То есть они ведут свою бухгалтерию и так далее. У них это все есть, они как организация, грубо говоря, как отель. Но вы сами знаете, что в Сочи огромнейшее количество частного сектора, которые никак не зарегистрированы, которые там задают какие-то квартиры. И так отдохнуть тоже можно. И огромное количество людей выбирают такой отдых. Поэтому, если вы думали заселиться в отель, и вам, например, нужно именно в Сочи, то рассматривайте не отель, а рассматривайте какой-то гостевой дом, который вас обязательно примет. Даже скажу так, что есть определенные кемпинги, которые правильно зарегистрированы. Они ведут именно вот эту отельную деятельность, и они тоже будут отказывать, если у вас нет теста, либо нет прививок. А с 1 августа будет, мол, только по прививкам. Но у нас меняется все каждый день. Поэтому, если у вас отпуск на 1 августа, то пока вообще нет смысла переживать. Потому что еще может все поменяться, все нахрен отменить, либо все еще больше ужесточить. И плюс ко всему, открыли Турцию. Если вы выездной, я знаю уже таких случаев полно. Но люди просто берут, меняют свои билеты, задают, и гораздо выгоднее улететь в Турцию. Поэтому, учитывая, что открыли Турцию, Крым никакие ограничения не вводит. Можно путешествовать и проводить свой отпуск. Что Сочи, скорее всего, сейчас, они подумают, что они капец как много потеряют, а в целом потеряет Россия. И все это снимут, либо упростят всякие въезды. Поэтому не переживайте, и не нужно вестись на всю сейчас вот эту суету, капюшную. А если у вас отпуск на конец июня, то есть вы, допустим, сегодня, завтра, послезавтра, то есть до 30 июня приедете в Сочи, то вообще не переживать. Вам вообще ничего не сдавать не надо. Потому что вы заехали на территорию Сочи до 1 июля, до вот этих всех нововведений. И кто-то переживает, что я поеду на машине, там будут стоять блодпосты. Да ничего не будет стоять. И ничего сейчас там не стоит. Машины спокойно проезжают, ничего там не проверяется. Смело садитесь в тачку и смело ехайте. Если вы захотите заехать в какой-то отель, там 5-звездочный, 3-звездочный, то, конечно, да, нужно либо привиться, либо сдать. Но в целом ищите просто варианты, куда это не нужно. Букинг вам в помощь. А ссылочку я оставлю в описании под этим видеороликом, где вы можете по нашей ссылке забронировать себе жилье. Выгодно. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, если было полезно. Если я вдруг что-то упустил, дополняйте в комментариях. Пока.